Перед тем, как прокладывать коммуникации, проводить электричество и разрывать землю под провода, собственникам зданий и участков настоятельно рекомендуют пройти все процедуры для получения разрешения на такие работы. Во-первых, чтобы обеспечить безопасность. Во-вторых, чтобы не потерять репутацию и соблюсти общие правила. Вот я вам объясняю. Вы берете лист согласования, заполняете ордер, проходите лист согласования, делаете схему плана места разрытия, договор заключаете с подрядчиками, кто будет восстанавливать, кто будет производить работы. Вот ребята сейчас копают в данный момент. Сейчас кто-то не туда лопатой тыкнет, кого-то убьет, понимаете? Вот я вам объясняю. Вы не правы. Может человека убить. Кабель, если будет высоковольче, он лопатой пробьет его и убьет. Тем более там вода. Еще одна причина тщательной проверки и контроля любых проводимых работ на муниципальных участках – тут даже глубоко копать не надо. Налоги разные. На землю под коммерческим объектом в несколько раз выше, чем под частным домом. И нагрузка на электросети и коммуникации – разные. Подключают как к ИЖС, а на деле питают гостиничный комплекс или санаторий. Я всем отказал. Теперь что получается? Они придумали, ага, раз отказывают, мы не переведем. Вот кто из них не переведет, понимаешь? Они все гостиницы. Раз отказывают, мы найдем вот там ИЖС, приведем сюда среднее, если часто. А потом нам не надо ничего рыть. Мы пойдем в Горгаз, получим техусловие. Труба вот она. И потом мы в Горгаз. Зачем нам Сергеев? Он нам рыть не дал. Нет, подождите. Здесь рыть ничего не надо. Понимаешь? Я не дал провести сюда газ, потому что я запретил там копать. Они нашли способ. И вышли из положения. Сети газоснабжения. Тут же на Пионерском проспекте тянут частные домовладельцы к своим домам. Глава города Сергей Сергеев дал поручение проверить, чтобы потом под шумок не подключились к этим сетям гостиницы и пансионаты. Мы сейчас вас просим, пожалуйста. Закрывайте. Закрывайте, да. И будете получать в процессе очередь. Вы идете в МФЦ, подаете заявку. Полный перечень документов всегда подскажут специалисты в МФЦ. По факту нарушения на земельном участке возле базы отдыха Лесные дали на Пионерском проспекте 5, специалисты Управления муниципального контроля составили протокол об административном правонарушении. Похожая история – разрытием в микрорайоне Алексеевском. Дорога на улице Ореховой и Рождественском проезде просто перестала существовать из-за стройки рядом. Построить построили, убрать за собой забыли, оставив от асфальтовой дорожки разваленные грязь. Коммуникации прокладывала краснодарская фирма, трубы проложили и по завершению работ некачественно восстановили дорогу. Засыпали ямы землей, прошлись катком и положили новый асфальт, который через некоторое время просел. Претензии компании администрация уже направила. Со дня на день они должны взяться за восстановление. Такие проверки пройдут везде в городе и сельских населенных пунктах. А делаться халатным отношением к работе и наглостью по отношению к жителям города не получится. Каждого такого нарушителя правил благоустройства обяжут переделать некачественную работу. В противном случае застройщики, хозяева, собственники и арендаторы дождутся такого же отношения в ответ.